всем привет с вами александрович и вы на канале аэрософт убежища и ко мне в руки сегодня попал пожалуй один из самых странных приводов что можно найти на нашем рынке это птс-пдрс макпол этот привод на данный момент не имеет своего реального аналога он намечался но макпол так и не родил это детище родилось путем кровосмешения разных видов пистолета пулемета и штурмовой винтовки под промежуточным патрон ну или проще говоря сейчас это весьма актуальное в современном мире оружие персонал дефенс рафля у нас же в руках страйкбольная версия я покажу из чего она сделана и что из себя представляет поставляется привод в красивые упаковки из картона распаковку мутить не будем полностью просто покажу что там внутри инструкция как надо обращаться с вашим приводом гарантийный талон от производителя в котором говорится что гарантийном случае надо отправлять привод непосредственно производителю ибо у магазинов руки растут из жопы пластиковая пулька для тыкания в пины спасибо бумажка и сам привод с одним штатным механическим магазином если бы я не знал что это полноценный привод то подумал бы что это просто какая-то запчасть большой кусок жесткого пластика мое подозрение что это нейлон пластик качественный хрен сломаешь традиционно начнем с приклада тыльник резиновый съемный снимается только если требуется разобрать привод чего-то важного под ним нет сам приклад является тушкой в которой размещен гирбокс внутри он гибридный в общем придется помучиться ища запчасти внизу есть кольцо антабка для крепления ремня материал пластик штатный механический магазин на 70 шаров все в макпул стиле привод хавает и стандартные механические магазины станок но недалеко не все подбирать надо бодик цельный потому люфтов тут нет и быть не может обратим внимание есть с двух сторон рычаг взведения затвора двигается но выполняет декоративную функцию то же самое с переменным гильзовыбрасывателем можно поменять сторону но толку от этого как не было так и нет противоскользящее покрытие на рукоятках форме символов макпул для тех кто фапает на них очень понравится подбираемся потихоньку спусковому крючку и заодно к системе предохранителя и перевода огня все это тут объединено в одном как ну тут все сложно система предохранителя от глока пока не нажмешь на крючок нормальным человеческим пальцем привод не выстрелит то есть предохранитель тут ваш палец оружие мать твое должно быть на предохранителя вот мы предохранитель сар если нажать на спусковой крючок не до конца происходит одиночный выстрел если до упора переходит на автоматический режим удобно ли это разумеется да и саныч еще трехнешь давай вставай еще пять минуточек съемка же идет ты чё с ума сошел что ли какие съемки еще вы идите куда типа спать как вы обратили внимание внешний вид pdrc имеет общая с p90 об этом нам напоминает рукоять переноса огня ствол в приводе утоплен в корпус но его можно продлить например тем же глушителям тут стандартная 14 резьба регулировка хопа находится под фиксированным подщечником м типа наверное самый удручающий во всей этой истории это дикая цена на этот период в 30 тысяч рублей а за что я вам скажу за что за марку и лейбл макпул даже несмотря на то что птс ей использовать ее запретили хитрожопые восточному нашим друзьям на это глубоко насрать в целом привод хороший несмотря на то что я терпеть не могу буллпапы в руке он лежит просто классный и оперировать им очень удобно будь я сыном романа абрамовича я позволил бы себе такую штуку для закрытых площадок аккумулятор помещается в пистолетной рукоятке места тут очень мало и а к б надо подбирать по габаритам многие пользователи жаловались что их ладонь не помещается на рукоятке и мизинец не обхватывает ее это как на коротких глоках у меня такой проблемы нет потому что ладушка маленькая рельсы picatinny для крепления прицелов я так и не понял из чего но больше склоняюсь к тому что она все-таки металлическая окей а теперь самое время отправиться на полигон и немного пострелять да не очень два первых прицелиться без прицельных приспособлений с этой штуки крайне крайне сложно ну а во-вторых по моему силенок ему не хватает на таком легком морозе пробить шар с расстояние примерно 25 метров плюс минус 2 метра еще заметил одну такую особенность так как гербокс находится рядом с ухом и в прикладе то он вас тупо глушит это не очень приятное ощущение в общем подводя итоги можно сказать агрегат стреляет прямо агрегат стреляет ровно единство что скорость конечно же не особо большая 100 метров в секунду из 20 метров а то есть 30 попасть в мишень можно но я думаю что вряд ли человек которого вы попадете или объекции это почувствует в общем итоги агрегат классный интересный и очень прикольный конечно же у него есть и свои недостатки например бешеная стоимость в 32 куска я считаю за такой агрегат это достаточно много большим существенным недостатком для многих кажется то что нету аналога в реальном мире в среде огнестрельного оружия да а кому это не мешает в принципе по барабану и третьим наверное будет существенным недостатком не знаю даже тюнингопригодность скорее всего этого агрегата поскольку к нему надо будет подыскивать запчасти ну и четвертым недостатком наверно будет это аккумулятор к нему надо подбирать маленькие аккумуляторы видимо с небольшой емкостью и умирать они будут достаточно быстро и надо к этому относиться не спустя рукава не каждый аккумулятор сюда влезет да тем более 74 вольта в таких габаритах но он достаточно лениво стреляет хотя нет в принципе на любителя в общем я люблю когда стреляет немножко побыстрее и пружина взводится быстрее но во всем остальном это конечно же преимущество его габариты его вес его удобство обращения даже я не любитель буллпапов оценил эргономику данного агрегата и он по-настоящему удобен вопрос упирается только в одно даже в два вопроса это ваш кошелек и желание приобрести этот агрегат говорю еще раз повторюсь если бы я был достаточно упитанный и богатый олигарх я бы наверно себе позволил для закрытых площадок такую вот штуку а на этом у меня все или почти все спасибо за то что посмотрели это видео до самого конца если вам оно понравилось поставьте большой палец вверх а это вам в конце небольшой бум всем увидимся пока а а